приветствую всех на моем канале культурный слой сегодня мы путешествуем по выборскому району и вторая наша локация усадьба кискеля очень симпатично все выглядит сегодня мы едем по окрестностям выпуске светик директор нашего клуба директор клуба 2 кто зам кто директор у нас чур не я да кто главный все на меня так а там наверно билеты надо сидор сидор наверно настоящие люди это те что с годами не утрачивая детской веры в разумность мира ибо эта вера поддерживает истинную страсть борьбе с бездуми жестокости глупостей фазель искандер такой симпатичный ну что филатовый чита филатовых как вам сегодняшняя прогулка повезло давайте а с фото вот тут на фоне домика на фоне никто не знает что туалет ну что я рада вас приветствовать в нашей усадьбе кискеля наконец-то вы до нас добрались очень долго мы вас ждали с двух часов если честно мы уже думали что вы к нам не приедете ну что давайте знакомиться меня зовут надежда я как раз вас сегодня и буду сопровождать в нашей усадьбе кискеля но немножечко исторической информации о том месте в котором мы сегодня с вами собрались исконно шведские земли и принадлежащие когда-то шведскому королю но в 1562 году в летописи и была оставлена первая запись которая упоминала это место в летописи было написано о том что эта земля была дарована в пожизненное пользование за верную службу в гарнизоне выборгского замка то есть это была как недавняя наша ведомственная квартира человек ее получал в течение жизни пользовался ну а после его смерти она не передавалась по наследству а просто опять же возвращалась в казну само название кискеля это не фамилия кого-либо а в переводе с финского это означает ершовая но если быть совсем точной долги я либо гюля это деревня ну а соответственно кейс это ёрш мостик совершенно верно мостик который вы благополучно пересекли и речушка которая протекает по территории нашей усадьбы и на нашей же территории она впадает финский залив финское название этой речки кейски йоки ну а русский перевод ее ершовая так что все у нас здесь связано с ершами и могу сказать что в прошлом году речка подтвердила свое название и мы выловили первых ершей с него дальнейшая история в 1754 году эта территория уже стала председатой российской империи великое финляндское княжество и вот как раз в начале девятнадцатого столетия эта земля была приобретена крупным немецким землевладельцем фридрихом данненбергом приобрел он порядка 1100 гектаров заплатил за это при этом 16 рублей 49 копеек серебро и именно во времена данненберга усадьба и близлежащие земли они получили свое самое бурное развитие усадьба приобрела главный усадебный дом который сохранился до сих пор и с 91 года этот дом является объектом культурного наследия ну и земли вокруг они тоже преобразились именно во времена данненберга потому что основная масса купленных им земель это были темные непроходимые леса либо болота так вот осушение болот вырубка лесов и соответственно те поля которые встречались вам сейчас на подъезде к нам это практически все рукотворное если уже говорить о истории самого дома в данном случае это уже более двухсот лет то за свои 200 лет конечно дом изначально это было исключительно семейное гнездышко это было до революции 17 но после революции 17 в этом доме сначала располагался дом ветеранов-инвалидов первой мировой войны затем здесь были госпиталем зависимости от территории это был либо финский либо советский госпиталь после войны в этом доме располагался детский дом здесь как раз жили детки блокадного ленинграда ну а затем а сначала шестидесятых и почти на 40 лет этот дом стал одним из корпусов пионерского лагеря чайка который принадлежал выборгском суд строительному заводу и как раз ворота в каком его заходили это наследие чайки главный заезд пионерский лагерь со всеми присущей ей пионерской атрибутикой лагерь присуществовал почти 40 лет и вот как раз в начале двухтысячных во времена приватизации когда завод решил избавляться от балласта в общем-то первым этим балластом как раз и была был лагерь территория была продана и затем очень часто сменялись владельцы но особо никто не занимался этой территории то есть корпуса чайки сгнивали сам главный усадебный дом он тоже приходил в аварийное состояние если бы это было до сих пор то наверное скорее всего мы бы с вами здесь и не встретились но к счастью для нас в августе 2016 года у известного врача хирурга онколога доктора медицинских наук до сих пор кстати практикующего хирурга на щитовидной железе у Ильи Валерьевича Слепцова у него выдалась свободной последней неделе его отпуска вот ее то он решил посвятить поиску себе места для будущей дачи сам Илья Валерьевич он родился в сергиевом посаде но детство и юность у него прошли в городе выборг он оканчивал 14 школу выборга и конечно дачу он искал где-то в окрестностях проехав над по трассе скандинавии на машине от зеленогорска до торфяновки ничего интересного для себя не нашел но а потом чисто случайно среди объявлений на циане он увидел объявление о продаже этой территории созвонился с риэлтором приехал сюда в усадьбу погулял ну а вечером через интернет он узнал и самой истории усадьбы и жителей усадьбы и можно сказать что после этого конечно мысль о том что надо покупать и надо возрождать она в общем-то его не покидала могу сказать что эта новость не сильно обрадовала его родных и близких потому что супруга то мечтала о 10 сотках небольшом домике и грядках а получила все вот это на момент приобретения это конец семнадцатого года усадьба была 9 гектар на сегодня у нас 34 гектара 11 собственности и остальные земли у нас сельхоз аренде и мы сейчас активно их осваиваем ну и могу сказать что с самого начала с конца семнадцатого и до сегодняшнего дня возрождение и восстановление усадьбы идет исключительно только наличные средства ильи валерьевича у нас нет ни спонсоров не меценатов мы не выиграли к сожалению ни одного гранда так что то что вы сегодня увидите во время нашей прогулки это все можно сказать его личные деньги которые он вкладывает в усадьбу но и пока мы еще не отошли далеко с этого места вот это здание которое вас встречала это наше будущее офисное здание административное здание мы построили его на сохранившемся старом финском фундаменте здесь когда-то стояла финская почта стояла она здесь не случайно потому что вот эта грунтовая дорога который как раз по которой вы также проехали это сохранившийся участок старой королевской дороги которая когда-то соединяла санкт-петербург и хельсинки то есть это бывший большой королевский тракт так что почта здесь понятно что почему она здесь и находилась в этом году кстати за этим зданием мы высадили виноград и теперь у нас есть свой виноградник и я надеюсь что через три года мы получим свой первый виноград там же у нас запланирован яблоневый сад ну и там же у нас планируется ферма так что сегодня за время нашей прогулки я все-таки покажу вам что мы успели сделать за эти семь лет познакомлю вас с нашими планами на будущее вы узнаете семейную историю жителей усадьбы узнаете как усадьба была связана с первым промышленным пивоваром россии абрахамом кроном попробуйте пиво с наши пивоварни если она вам понравится вы естественно сможете его приобрести ну и вишенка на торте я покажу вам наших жителей нашей будущей фермы которые уже находятся у нас здесь в усадьбе это двояка которые приехали к нам с карачаева черкесии и три рыжих шотландских коровки хайленда так что вот такой у нас сегодня план надеюсь что темнота нас не испугает но мы постараемся до нее так что добро пожаловать пойдемте писать комментарии чтобы они я в данном случае есть сейчас пока не хватает лопастей но мельница у нас не будет выполнять свои прямые обязанности потому что она у нас уже выполняет функцию декора внутри мельницы спрятано вот это не очень приятное сооружение это водонапорная башня в маленькой пристроечке с правой стороны вот там как раз и находится скважина глубиной 110 метров который снабжает водой всю нашу усадьбу но и кстати как раз с этой воды мы варим наше пиво вода идеально подошла можно сюда пока конечно конечно можно то что находится перед мельницей это не беседка а это наш будущий источник мы кстати уже придумали ему название он будет называться у нас черная роза ну а почему именно черная роза потому что одно из увлечений даннинберга он очень хотел создать черную розу именно для этого он скупал темные сорта роз занимался их селекцией скрещиванием здесь кстати в усадьбе даже была отстроена паровая теплица для этого но к сожалению могу сказать что до сих пор кстати в природе черной розы нет потому что до сих пор ученые не могут справиться с синим пигментом черной розы нет а источник черной розы у нас уже в усадьбе есть ну а то что находится в глубине парка это беседка в форме ротонды могу сказать что во времена даннинберга помимо постройки главного усадебного дома даннинберг очень любил жить в красоте но и при этом эту красоту он умел вокруг себя создавать здесь был разбит пейзажный сад в традиционном английском стиле то есть сюда не привозились какие-то экзотические растения а это была только местная флора за садом был регулярный уход и могу сказать что садик то был такой совсем не маленький 40 гектар площади и вот как раз во времена даннинберга усадьба то и была такой знаете точкой притяжения очень много гостей всегда посещали усадьбу и вот именно для них для их удобства во время их прогулок по всей территории парка были подобные беседки или павильоны конечно в 2016 году от беседки уже ничего не осталось но в одном из архивов мы нашли вот эту фотографию она была сделана именно у нас в усадьбе фотография датирована 1912 годом и так как у нас в планах возрождение хоть небольшой части ландшафтного парка нам очень хотелось эту беседку восстановить не нашли мы чертежей но и нашли еще одну архивную фотографию вот эту и помог нам вот этот вот человек в котелке в светлом костюме его рост мы приняли за 170 сантиметров и все остальные детали беседки очертили уже относительно его роста так что перед вами это стопроцентная историческая копия но вот это поле которое пока сейчас не в очень приглядном виде когда-то это было бывшее футбольное поле чайки но мы планируем здесь облагородить эту площадку засеять ее травкой и в теплый период времени это будет площадка для проведения фестивалей либо концертов кстати если удастся то на следующий год мы здесь планируем организовать первый усадебный пивной фестиваль ну а этой зимой мы хотим здесь сделать ледовую дорожку и вот как раз в этом зеленом здании будет располагаться прокат коньков теплая раздевалка небольшое кафе и теплые туалеты так что следите за нами в соцсетях за нашими анонсами и приезжайте к нам еще но и кстати еще одним поводом вернуться к нам является то что находится с правой стороны уже обследовали это первый участок узкоколейной железной дороги перед вами здесь буквально около 200 метров протяженность но в будущем планируется что узкоколейка у нас будет по территории всей усадьбы это будет не только развлечения но и в то же самое время познавательный элемент тоже будет могу сказать что подобные наши и усадьба и усадьба какала ну и кстати вот сегодня вы были все армиюки но там в общем то можно сказать 4 все остальное к сожалению было потеряно но участь в основном как обычно дачи маннергейма такова наша история паровозик нами заказан паровозик должен скоро к нам приехать то что вы видите зелененький это тренировочный вот он там в уголочке спрятался но вагончики кстати уже приехали к нам и вы их можете видеть я думаю что вы их узнали это уменьшенная точная копия выборгского трамвайка который стоит на слепостном единственное отличие нашего трамвайка в том что мы не будем гостей угощать здесь кофе но могу сказать что недавно один из гостей он так подкинул такую идею но если не будете угощать кофе давайте тогда пивком ну вот илья влечь приедет на выходные подкинем мы эту идею если он и примет значит у нас будет пивной такой вот трамвайка вот это вот спортивная площадка которая когда-то как раз была таким центром для детишек которые отдыхали в чайке мы не хотим эту площадку ник никоим разом убирать единственное что пока не придумали какое все-таки придумать ему такое облагородить как это вот найти многое применение так что если у вас будет какие-то идеи пишите нам пожалуйста в соцсетях в нашем нашей группе вконтакте под любым постом и вашу идею тогда осуществить скамеечки фонтанчик нет вот хочется что-то такое чтобы она особенно это зимой один из мужчин приезжал к нам а он отдыхал здесь чайки и вы знаете зимой вот так вот снега он забрался сюда он был просто поросячий восторг он он тут крутился как я маленький это делал теперь опять же это сделаю может быть до реставрировать придумать да ну что давайте остановимся здесь уголок чуть-чуть потому что все таки вот то что я вам сказала ранее о том что восстановление усадьбы идет только вот но в прошлом году нам все таки немножечко повезло мы получили две субсидии и одна из субсидий на организацию глэмпинга глэмпинг это гламурный лагерь то есть это загородный отдых со всеми удобствами глэмпинг распахнул свои двери у нас в этом году в июне так что теперь можно к нам приехать не только на экскурсию но уже и пожить и глэмпинг у нас находится вот там вот в лесочке то есть такое тихое совершенно местечко если у вас будет возможность как раз после нашей программы погулять высадки вы можете дойти до нашего глэмпинга вот как раз трансформаторная будка и от нее идет такой деревянный настил мы его назвали эко тропой и вот по нему то вы нам можете дойти до нашего глэмпинга 6000 сутки на двоих все есть в глэмпинге вплоть до того что не вот не шатры не круги у нас просто такими как они прямоугольные такие параллепипеды 12 квадратов домик все есть там душ туалет кухня кровать вплоть но там то что касаемо посуды все есть единственное что мы сейчас не можем кормить наших гостей так что еду надо с собой привозить и отдельная своя индивидуально костровая зона там же есть у нас еще отдельно стоящая баня так что в общем то такой у нас баня 5000 рублей 3 3 часа без залога а а сколько там домика 65 домиков по 6000 сутки на двоих да ну и второе субсидии это уже нами освоено это нет к сожалению глэмпинг полностью сегодня забит так подождите знаете какая идея вот насчет территории мы были на хуторе мелко там типки стоят но эти типы их можно на лето ставить на зиму сворачивать а у нас круглогодичные я имела ввиду то что можно летом ставить просто фигвамы а летом желающие могут спокойно играть в белка прекрасно комфортно жить и это не требует каких-то вложений и людям принесет дополнительного радость вот но зимой типы можно ну мы в общем то сейчас рассматриваем вариант сделать такой вот палаточный вот именно сезонный город лучше теперь это намного как говорится больше посмотрим я думаю что сделаем что-нибудь но продолжение могу сказать что вторая субсидия который мы также освоили это здание эйлинга который стоит у нас на берегу финского залива и благодаря субсидии мы приобрели байдарки сапы каяки туристическое оборудование так что теперь можно приехать к нам взять что-то в аренду и отправиться либо покататься либо отдыхать на островах финского залива дабы здесь рядом с нами подобных островов много и все они в общем то дают возможность организовать какой-то палаточный городок часто кстати у нас в этом году гости так и делали приезжали оставляли здесь машину и уезжали на острова ну что пойдемте чуть-чуть подальше планируем на следующий год у нас просто не такой сильно большой огромный состав давайте давайте остановимся здесь чтобы не мешать группе потому что немножко сделаем такую историческую остановку потому что достаточно длить старшая дочь фридриха даннинберга юлия доротея даннинберг когда ей было 13 лет в петербурге на одном из музыкальных салонов она познакомилась с молодым человеком и вот это как раз и стал леопольд крон несмотря на разницу в возрасте в 11 лет это была любовь с первого взгляда потому что ровно через год леопольд приезжал сюда в усадьбу и он просил руку юлии у фридриха но фридрих сказал категорично нет маленькая слишком еще ждем совершеннолетия и вот когда юлия исполнила 16 именно тогда это был возраст совершеннолетия леопольд сделал очень красивые романтичные предложения юлии а что же он сделал накануне ее дня рождения он прибыл сюда в усадьбу и привез с собой два ящика апельсинов на тот момент это был экзотический фрукт и по указанию леопольда апельсинами была украшена одна из рябин которая росла в устье реки ершихи кстати до сих пор у нас там рябинка растет почему было выбрано это место она была выбрана не случайно потому что это был излюбленный маршрут утренних прогулок юлии все было сделано на следующее утро юлия вышла на берег она увидела рябину в апельсинах но совершенно этому факту не удивилась она присела на скамеечку и стала ждать но в это время леопольд с выборга на белоснежной яхте зашел сюда в устье реки ершихи и вот здесь в усадьбе как раз и сделал предложение юлии кстати ровно на сто лет ранее чем александр грин написал свои алые паруса в этот же день молодые люди обвенчались и таким образом два немецких рода породнились таким образом и появилась эта непосредственная связь между усадьбой киискеля и первым промышленным пивоваром россии абрахамом кроном потому что леопольд крон это шестой самый младший сын абрахама крона но что касаемо жизни абрахама его история вернусь к ней чуть попозже но что касаемо юлии леопольда могу сказать что вот для них конечно усадьба то и стала тем самым семейным гнездышком с которым они связали всю свою жизнь здесь родились их пятеро детей здесь рождались их внуки ну и кстати здесь в усадьбе юлия и леопольд даже отметили свою золотую свадьбу но когда илья валерьевич узнал всю эту историю конечно первая идея которая возникла надо здесь в усадьбе организовать пивоварню хотя могу сказать что до ильи валерьевича никогда в усадьбе пивоварни не было леопольд был категорично против занятия отца ну а раз решение было принято то конечно пивоварня у нас организована в усадьбе она уже пятый год успешно работает и с ее продукции вы сегодня обязательно познакомитесь ну и на сегодня так уж получилось что на сегодняшний момент единственный объект который у нас полностью отреставрирован на сто процентов и который имеет непосредственное отношение к пиву он как раз перед вами вот он старинный сейчас он выглядит вот таким красавцем совсем иначе вот так вот такая вот заросшая кучка с деревянной дверью с надписью олимпиада 80 могу сказать что у нас очень часто приезжают гости кто отдыхал ранее в чайке вот они рассказывают что страшные сказки про черную черную ночь и черную черную руку это был именно этот погреб хотя жили вот пожалуйста в соседнем буквально доме в 2018 году когда ребята приступили к восстановлению первое что они сделали они очистили погреб от растительности и земли и оказалось что под слоем земли прячется вот такой вот гранитный красавец передняя стенка у него была кирпичная потому что вот они остатки кирпичной кладки но сам свод погреба это вот такие вот гранитные плиты которые понизу удерживались гранитными валунами чтобы эта конструкция просто-напросто не расползалась но мы решили не рисковать мы укрепили свод мы его просто-напросто забетонировали у нас получился такой бетонный саркофаг ну а после тепла гидроизоляция георешетка песочек земелька травка и вот такой слоеный пирожок у нас и получился кстати очень часто маленькие гости нашей усадьбы называют наш погреб домиком хоббита и единственное не такой претензии а почему это у вас двери прямоугольные они круглые но вы знаете мы нашли им ответ мы говорим ну наверное наш хоббит все-таки был финном поэтому у них двери были прямоугольные так что уж извините не круглые ну что пойдемте чуть-чуть поближе сейчас посмотрим ушла ли группа и мы продолжим дальше могу сказать что эти мусорки увидел я валерич в токио в одном из парков сфотографировал прислал нашим ребятам столярам и вот теперь у нас по всей усадьбе вот такие подобные мусорки да они у нас деревянной двери теперь здесь нет железная кованая дверь это работа петербургского хозяйца александра наводного дверь выкована по старинному эскизу ручка у нас форме змеи потому что владелец усадьбы врач ну и могу сказать что все кованые изделия которые есть и будут и будут в будущем у нас в усадьбе это будет только исключительно александр наводный сотрудничество продолжается до сих пор и могу сказать что сейчас александр работает над одним проектом на втором этаже мы хотим организовать смотровую площадку и вот александр сейчас куют решетки и как только они будут готовы и установлены мы сможем уже с гостями подниматься наверх и уже любоваться окрестностями с высоты ну и если говорить уже вообще вот об этом сооружении то конечно сразу могу сказать что вы такой вот погреб это вообще ледник а если попросту холодильник вот такой вот холодильничек с площадью с нашу петербургскую квартиру студию именно зимой сельского залива до бон совсем рядом от нас внутрь сюда завозили огромные глубида после этого лед закрывали метровым слоем толпа и как раз в теплый период времени здесь то и хранили скоропортящие продукты но мы скоропортящих продуктов здесь не храним а здесь находится эксклюзив нашей усадьбы но если быть точной нашей пивоварни но какой давайте пойдем смотреть и ручку вяжите на съемку сама отрезала какая дверь это предбанечек да сделали из кирпича игристая видно какая красота у нас здесь стоит климатическая установка которая поддерживает постоянную температуру от плюс 3 до плюс 10 градусов и могу сказать что сейчас именно вот в этот вот сезон осень зима на ранние весна мы здесь греемся ну а летом мы кстати замораживались охлаждались проходите проходите места хватит всем сто процентов все должны поместиться единственное берегите голову на входе ну что после того как уже было принято решение организации конечно стал вопрос о том какое пиво варить ну традиционные сорта пива можно сказать это было по умолчанию но хотелось вы знаете какого-то эксклюзива какой-то изюминки очень долго определяли какое это будет пиво и в конце концов мы свои выборы остановили на пиве вот на этом это пиво называется русский имперский стал вот такое темное пиво которое мы как раз здесь что могу сказать об этом пиве это пиво имеет свою достаточно серьезную длительную историю даже есть легенда связанная с петром первым которая говорит о том что именно петра впервые попробовал это пиво в голландии где учился в корабельном мастерству пиво ему очень понравилось и поэтому это пиво стали поставлять в россию русскому императорскому двору само название русский имперский стал пиво получила не потому что его варили в россии его никогда в россии не варили весь мир знает этот сорт пиво как исключительно тот который поставлялся в россию с англии и только исключительно к императорскому двору и могу сказать что это пиво даже отличалась от традиционного английского потому что она была более крепким и более плотным именно для того чтобы она могла выдержать морскую качку во время перевозки этого пива от берегов англии до санкт-петербурга ну и кстати екатерина 2 она тоже была не прочь побаловаться темным пивком и именно кстати сама екатерина лично занималась заказом этого пива с англии и этим пивом она балована своих поздоров во время проведения того чтобы такое пиво мы решили варить здесь в интернете они гуляют они есть так что здесь как бы особой проблемы не вас но могу сказать что мы все-таки рецепт традиционная русского и перца мы немножечко усложнили потому что именно этого русского и перца мы варим и используем при этом 13 видов сода то есть обычно 57 ну и сама технология производства этого пива она чуть-чуть отличается он традиционный солод для этого пива затирается в одно и то же сусло два раза что касаемо сырья для пивоварения могу так сказать на сегодня у нас в россии выходит на рынок курский солод и выходит чувашский хмель значит мы в этом году сделали эксперимент мы варили пиво я даже знать такой стишок получился курский солод чувашский хмель получился русский эй честно говоря шикарнейшие пиво получилось но в чем особенность российского сырья от импортного она не стабильно то есть одна партия может получиться просто великолепной а вторую просто выливаешь канализацию потому что к сожалению мы умеем выращивать умели в этом году кстати чугаши они зарегистрировали три новых хмеля сортах мели это очень такая серьезная победа для них но к сожалению мы не умеем правильно перерабатывать то есть технология они отстали лет на 50-х сожалению да что поэтому пока на сегодня все импортное средство ну что продолжаем с русским имперцем значит я как раз вам сказала о том что солод затирается в одной сутой одной подносу сло два раза а для чего мы это делаем именно для того чтобы начальная сахарозная собственно достигала порядка двадцати восемь процентов по сахару для чего она нам нужна такая сахарозность то иисус установить такой прям текучий как сиропчик потому что после варки этого сусла и добавление дрожжей когда идет спрашивание пиво и когда у нас дрожжи съедают сахар то по окончании брожения они выдают нам до 11 градусов алкоголя потому что пиво крепкая но могу честно признаться все-таки со всем сахаром дрожжи справиться не могут и поэтому второй основной вкус этого пива он сладкий ну а так как здесь 13 салатов и хмель без хмели это пиво это совсем другой напиток приятные терпкости горчинки здесь в этом пиве тоже присутствует ну и самое главное отличие этого пива от традиционного в том что для того чтобы раскрылся вкус этого пива ему обязательно нужно время именно по этой причине сразу после окончания брожения мы разливаем пиво вот такие подобные вытюрки для шампанского и 4-6 месяцев она находится у нас здесь в погребе на вытяжке вот именно по истечении этого срока все компоненты начинают дружить и вот тогда ты и про и можно сказать раскрывается с этого пива нотки изюма шоколада чернослива какао того что в общем то здесь не было и быть не могло они начинают проявляться и чем дольше хранится это пиво а максимально до 3 лет тем более богаче становится его вкус ну и второе отличие этого пива от традиционного это уже в закусках то есть мы все привыкли как пить пиво с чем мы его пьем с рыбкой совершенно верно вы кстати могу сказать что с рыбкой то пиво пьем только мы в россии нигде больше в мире пиво с рыбой не бью но я могу сказать что основная причина здесь скорее всего две первое во первых не умеет правильно рыбу вялить а второе это 99 процентов успеха и и не умеет правильно чистить наши знаменитый удар растут это только у нас может быть ну и вот то что как раз говорили колбаски сыр греночки орешки вот к сожалению к этому пиву они не подходят от слова совсем идеальной закуской для этого пива является мясной стейк но не сильно жирный пирожное тирамису вафельный шоколадный тортик кстати балтийский на ура заходит шоколад но и в летнюю жару идеальных компонентов вы не поверите совершенно верно мороженое хлопьер да вот такое пиво я могу сказать что в прошлом году когда мы заходили сюда с гостями весь погреб у нас был красный но в этом году мы бьем рекорды по посещаемости к сожалению русский имперский стал у нас сейчас на стопе вообще то есть мы ждем когда максим наш пивовар начнет варить русский стал имперского и думаем только появится он дай бог если в декабрю к январю но помимо русского имперца у нас еще есть другие сорта пива вы сегодня их обязательно попробуйте могу сказать что у нас на сегодня в продаже аж 70 вопросик такое вы я вижу и сидор тоже да значит параллельно пиво варенье всегда идут яблочки мы тоже помнимся яблочками ваших блоки или нет длиннобласть пока у нас нет своего явно его сада мы как раз сейчас занимаемся закупкой яблок у местного населения мы отжимаем сок после этого мы его сбраживаем и получаем вот такой яблочный продукт который называется сидор в прошлом году нам повезло яблоки были с сахарозностью почти 12 процентов поэтому сейчас наш сидор он полуслан но если его забыть на два на три месяца то он начнет сохнуть и в конце концов он уже будет сухим это особенность натурального продукта а сейчас он у вас газированный то есть вы его подвергаетесь не газируете то есть он тихий да да совершенно верно это вы все здесь в усадьбе делаете а вопрос такой а как у нас в ленинградской области такие яблоки растут ведь на самом деле большой процент яблок у нас в краснодарском крае только вы знаете мы да если смотреть северо-западные яблоки не другие нет вы знаете в прошлом году почему я могу сказать в позапрошлом году сахарозность было девять процентов то есть у нас изначально становился сухой вот прямо такой киселятие дикое в прошлом году лето было шикардосное как-то зависит погода потому что сахарозность яблок среднем было 12 процентов поэтому вот он у нас был сладкий в этом году кстати тоже сахарозность 12 то есть как бы вот мы не придерживаемся вообще если смотреть по классике нужен определенный сорт ладно вот нам привозят бабушки и дедушки мы очень благодарны что они нам привозят мы даже у них покупаем и не с радостью нам привозят а мы с радостью отдаем денежку за яблоки потому что это очень здорово но могу сказать что есть у нас еще один яблочный продукт который кстати сейчас у нас есть в наличии после двойного перегода мы получаем уже более крепкий кальвадос кальвадос есть у нас сейчас и также у нас один из ребят профессиональный виногурт пока у нас нет своего виноградника ну то есть мы не вырастили виноград пока мы каждую осень закупаем крымский виноград и вот как раз есть у нас вино в данном случае это красная и белая сухие вина так что если что-то заинтересует то в конце дегустации все явки пароли я вам сдам а можно еще отходы от яблоку давать ведь это на самом деле к логичи экологично очень знаете у нас будущее есть сейчас аптекарский огород который у нас уже практически готов так что мы закладываем компост ну и соответственно небольшая часть у нас также идет нашим коробка коробка у них а у них желудок не нет вы знаете нельзя много давать то есть мы им у них есть свой рацион но мы яблочки им даю а вот вы говорите владелец врачного он же знает что очень много используется фармацевтики пектин он же очень полезен в данном случае вы знаете мы же нам не нужно вот именно для пектина там уже получается миндра это очень дорогостоящее у меня просто это дополнительные доходы в будущем будем потому что да я влечит такой продуман который четко знает что как и делать дальше ну что все что хотела вам рассказать здесь погребе я вам рассказал хороший погребок на сове сделанной на века какие клепочки ой а ручкой какая тяжелая сейчас можно казали какой-то крутой подвальчик тут есть вам какие блоки каски что окно под землей ух ты реставрация идет какой крутой подвальчик какой крутой подвальчик ну вот эти не современные смотри камни тут еще наверх идет наверх будет выходить на булочки поставить осовременивают интересно что здесь от старого осталось просто насколько старые эти стены вопрос все убежали в подвал какой огромный камень посмотрите этот самый скол есть нет это просто скол тут такие мощные стены неужели они современные в камзоле и в ботинках старинных не интересно насколько здесь старые стены вот из гранита из булыжника молодец с пионера всем ребятам пример будь готов всегда готов хорошо это первый этаж что нам расскажет вот тоже валун посмотрите вы даже не стали да его даже не стали убирать отсюда стены если это врач если это какие-то древние стены каменные это будет круто ты посмотри какой подвалище там все сюда идут старенький а там посмотри камни какие олег если это древние стены то это смотри ты думаешь это сейчас они ложили но вряд ли нам осталось от чего-то сейчас но это замазали а камни камни всегда смотришь по почвам это современная думаешь и подвижка современная бетон просто они могли укрепить вот эти части можно сказать что камни у него нет это действительно не ошибется нет самой стене мне интересно сколько а тут по стене ли опять побольше побольше может действительно это как-то блиц но выглядит интересно ну да интересно пойдем нам расскажут все таки об этом я думаю может быть фундамент укрепили вот этих стен все сюда идите посмотрите там интересно позолочено нет вот это вот старин штучка пойдем посмотрим что скажут вам будет это 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 Продолжение следует...